Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не менее важный социальный проект представил Госкомитет занятости населения. Данный документ устанавливает обязанность работодателей создавать резервные рабочие места для инвалидов по наиболее подходящим для трудоустройства профессиям. Суть дополнения заключается в уточнении условий исчисления квоты в организации, имеющих обособленное подразделение в виде филиала. Кроме того, обозначены обязанности работодателей по резервированию рабочих мест по профессиям наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов. Кроме того, в проекте закона прописывается требование к работодателям оборудовать специальные рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо будет учесть индивидуальные возможности инвалидов при организации их труда. Это касается дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями рабочих мест, установки вспомогательного оборудования для этой категории граждан. На 2015 год у нас 625 работодателей получили задания на 1238 рабочих мест. Так, если с точки зрения арифметики, то вроде по два человека на одного работодателя. Но один работодатель имеет коллектив 200 человек, а другой имеет 5 человек, к примеру, разные коллективы. Поэтому мне кажется, что в принципе вот эти внесения изменений как раз направлены на улучшение. И самое главное, главная цель – максимальное трудоустройство этой категории граждан. Законопроект о квотировании рабочих мест для инвалидов, скорее всего, будет обсуждаться на ближайшей сессии Верховного Совета в конце месяца. В целом же после каникул работы парламенту хватает с лихвой. В планах разработка 22 законопроектов. В частности, усовершенствование закона природоохраны, больной для многих сельчан вопрос о порядке выпаса скота, также необходимо рассмотреть проект республиканского бюджета на следующий год и скорректировать действующий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова